Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Отпуск без сохранения зарплаты является наиболее востребованным видом неполной занятости во всех регионах Приволжья. Его удельный вес среди применяемых режимов колебался от 65% в Чувашии до 82% в Пензе. Наименьшая доля принадлежала режиму использования неполного рабочего времени по инициативе работодателя от 0,2% в Ульяновской области до 4,5% в Саратовской. В организациях Кировской области преобладало предоставление отпуска без сохранения зарплаты 66% и работа в виде неполного рабочего времени по соглашению сторон 27%. Программа Экономика. В регионе не используется миллион гектаров сельхозземель. В беседе с созданием навигатора министра имущественных отношений Артем Сурженко рассказал, каким власти видят будущее сельскохозяйственных земель. Чиновник пояснил, что в области не используется около 1 миллиона гектаров. Их можно вовлечь в оборот, но это может быть дорого. По оценке правительства, потребуется до половины годового областного бюджета. Таких денег нет, но это не означает, что власти не будут ничего делать, говорит министр. Планируется провести ряд аукционов, чтобы понять востребованность этих земель. После будет решаться, что можно с ними сделать. В Кирове начнут выпускать препарат от редкого заболевания. Лекарство для лечения синдрома Хантера зарегистрировала компания «Нанолек» впервые в России в рамках сотрудничества с южнокорейской компанией «Грин Кросс». Синдромом Хантера страдают, как правило, мальчики. Заболевание проявляется в раннем возрасте утолщением ноздрей, губ, языка, задержкой роста, поражением внутренних органов. При своевременно назначенном лечении продолжительность жизни может достигать 40-50 лет. В России сейчас зарегистрировано более 100 пациентов с синдромом Хантера. Препарат для них планируется выпускать в Кировской области. В завершение валютах. Доллар на сегодня 56 рублей 80 копеек. Курс евро 70.53. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове.